привет убеленные аудиосидинами ценители точного звука сегодня я хочу предложить вашему вниманию сравнение еще двух мультимедийных акустических систем которые довольно часто встречаются в качестве вопроса что из них выбрать также хочу ответить на вопрос почему я не высказываю свое мнение по в обзорах той или иной модели ну с этого наверное начнем прежде всего это потому что мое мнение субъективно и то что понравится мне не факт что понравится вам вернее скорее всего не понравится всяком случае каких-то деталях которые собственно и более ценны при выборе той или иной модели акустической системы поэтому стараюсь воздержаться нейтрально отношусь к любой модели я считаю что все фабрично разработанные выпущенные колонки в общем хороши и наверняка они идут своего почитателя и закроют у кого-то вопрос потому что если бы была неудачная какая-то модель или модель однозначно лучше всех остальных то ее бы выпускали тиражировали остальные бы не выпускали строго говоря так и происходит все модели делятся довольно определенно на категории по концепту допустим и внутри этого концепта развиваются в пределах небольших пределах сервиса например сервисных функций таких как наличие или отсутствие каких-либо входов каких-то параметров и некоторые реализации а уже концептуально люди выбирают себе колонки ну например вот мультимедиа вот сегодня мы поговорим о колонках edifier mr4 и edifier r 1700 bts эти модели я выбрал потому что люди все-таки часто спрашивают чем отличаются эти модели во первых во вторых какую из них выбрать даже не объясняя собственно говоря для чего то есть огурцы солить слушать какую-то музыку подключать ее к телевизору и так далее конечно я веду того что они построены приблизительно одинаково то есть на базе 4 дюймового вуфера низкочастотного динамика и 1 дюймового купольного твиттера звучание их не может кардинально отличаться до обе фазоинвертом нам корпусе в резонаторе поэтому кардинально отличать ничего не будет но в деталях они отличаются довольно заметно но прежде всего у них нет никаких одинаковых компонентов не реализованы по-разному и давайте коротко напомню вам что говорилось в обзоре этих систем у 1700 бтс есть неиспоримое преимущество это биампинг по сравнению с мр4 что это такое это значит на каждый динамик работает свой собственный усилитель а частоты разделяющие фильтры находятся на входе этих усилителей и динамик подключен непосредственно к выходу усилителя это очень хорошо это повышает управляемость этого динамика от усилителя и самое главное цифровыми фильтрами подчас высоких порядков удается подготовить сигнал для каждого динамика оптимально то есть хорошо но приведите это на бытовые какие-то вещи что если что-то подготовить то она будет работать лучше вот в динамиках это но очень важно потому что подавно динамик весь спектр сигнала допустим который ему ну никак не нужен не востребован например там 30 герц частоту если там буханье какой-нибудь подать на вот такой маленький четырех дюймовый динамик с резонатором настроенным кстати посмотрим на сколько но я думаю там 60 70 герц то этот динамик захлебнется он будет пытаться воспроизвести эти 30 герц конечно не очень получится он будет хрипеть и на фоне этого хрипа будут едва неразличимое движение полезное то есть то что он на самом деле должен и может воспроизводить низко средний частотный диапазон а это мид буфер то есть динамик который должен воспроизводить и самые низкие частоты и средние частоты вплоть до твиттерных твиттерного барьера там где твиттер перехватывает инициативу то есть это очень большое требование к этим динамикам предъявляется и если вы заметите то и 1700 и низкочистотный динамик и amr 4 низкочистотный динамик они по-разному выглядят совершенно то есть люди работали над этим если там указали приятно что немецкая фирма клипель предоставила свою аппаратуру для разработки этих динамиков да она облегчила значительно задачу разработчикам поэтому эти динамики копеечная в сущности на самом деле обладает довольно приличными взрослыми параметрами хорошими параметрами для того применения где они применены не просто так не вообще как бы не надо обобщать вот это для конкретной модели для конкретного резонатора определенного объема корпуса рассчитанная динамики так вот биампинг имеет 1700 мр4 его не имеет там стоит некий кроссовер который едва едва делят частотные полосы и зона совместного излучения в мр4 конечно большая конечно это приводит к повышенным искажениям не чистой фильтрации как бы и поэтому они вообще относятся к другой категории к более слабой категории колонок а вот 1700 относится уже биампинговым колоночкам которая уже как бы ну скажем обязаны должны звучать лучше нет ладно вам может понравиться больше мр4 на здоровье кстати что меня раздражает этой модели что китайцы написали том что это монитора студийная но это наверняка выходка отдела маркетинга и ничего общего с действительностью конечно не имеет студии такие колонки не нужны никак мониторы никак шит-контрольник как вообще ничего то есть это нормальные мультимедийные недорогие колонки для дома для стола и зачем там делать и арес входы балансные можно подумать что это спасет эту систему сделает его пригожей годные для использования студии нет конечно не сделает это раздражает но и самое главное что некоторые люди воспринимают это как чистую монету и мне пишут что я вот хочу купить мониторы для домашней студии ну вот эти вот мр4 ну во-первых я не понимаю что такое домашняя студия студия звукозаписи это место где зарабатывают деньги тут надо уже как-то напрячься и должно быть какое-то помещение выделенное специально некоторое оборудование там должно стоять отличающие от домашнего сетапа например как у меня здесь вот мне кажется это несуразно но может человек для себя что-то сводит делает но не надо это студия называть это любительская хорошая полезная работа отличное хобби здоровье вот это классно но это не студийная монитора конечно то есть я так много уделил внимание этому вопросу потому что я возмущен ну вот этим заявлением на дело маркетинга и дефира вот все остальное в них очень хорошие вот если бы не это фраза в описании про мониторы так я бы сказал что вообще клевая колонки то есть но и красивая изящная ну может быть немножко широкая передняя панель я бы как бы по убористей может быть но им виднее они наверняка это все макетировали кстати вот с помощью анализатора клипеля не сделали так как надо вот обе эти модели не имеют цифровых ходов зато 1700 имеют bluetooth причем пятой версии причем причем и 5x также к 1700 можно легко простым проводом подключить сабвуфер у нее есть выход для подключения любого активного сабвуфера в то время как у mr4 тоже можно подключить саб можно использовать сабом у меня есть видео на этот счет как подключить сабвуфер к любым колонкам но удобство управления при этом будет значительно ниже чем у нативного выхода на саб как у 1700 x сразу а вот mr4 не имеет этого удовольствия ну mr4 другие полезные свойства которые вы знаете все это очень хорошо насчет параметра если коротко пробежаться то ну бямбин говорит 1718 ватт насколько я помню на низкочастотные динамики по 15 ватт на выскочастотные динамики не знаю как насчет 15 ватт наверняка они не востребованы на 18 ватт это в общем то скажем немного потому что например mr4 имеет всего 21 ватт на канал но при этом если вы у меня спросите или у себя или у товарища а сколько ватт на одном килогерце у mr4 21 а у 2700 и 17 то есть получается более мощная модель 1700 более продвинутая и более качественная в общем обладает меньшими силовыми ресурсами чем mr4 этим может mr4 и привлечет какое-то каких-то пользователей хотя эта разница в ваттах незначительно она не в разы не в какие в какие-то проценты упирается к тому же так как мы не знаем чувствительности динамиков примененных то об этом вообще говорить бесполезно может быть 1700 и громче звучит но по крайней мере она звучит тише там сразу скажу потому что она с биомпингами на низкочастотный динамик подается там я не знаю где там срез у нее 3 килогерца 4 килогерца и брык вот так вот он обрезается и никакой мусора выше не лезет на этот динамик соответственно не хрипит не воспроизводится и это делает звучание ну более музыкальным скажем но mr4 тоже хорошая мы об этом с вами поговорили то есть я не против всех колонок но я не готов давать какие-либо оценки ну то есть если я сейчас скажу например от 1700 мне нравится mr4 не нравится но это будет глупость потому что они разные вот то есть они разные в организации то есть бямпинг у 1700 и простенький фильтр в мр4 делает их несравняемыми как бы хотя для вас для пользователей нет а в общем все равно вас интересует результат то есть это колонки определенный габарит а в определенной цены кстати у 1700 цена должна быть как бы побольше то есть это должно вас навести на мысль что возможно она лучше чем то ну например там если bluetooth за него тоже платить нужен вам или не нужен то есть тут такие вопросы ну и по качеству звучания конечно тоже не по качеству а по характеру звучания которые определяют там бямпинг и примененные динамики здесь отсутствие бямпинга и опять же примененные динамики да давайте сейчас я покажу вам настройку резонатора в этих систем чтобы понять их невозможности по низким частотам а потом послушайте как они звучат ну на моем наборе треков в разных помещениях окей я понимаю все хорошо но характер сам характер звучания подачи той или иной модели должны в этом деле всем услышать давайте посмотрим организацию резонаторов то есть портов фазоинвертора в одной другой модели перед вами кривая импеданса модели мр4 вот кривая импеданса модели 1700 давайте сложим эти две кривых для того чтобы сравнить их как эти два четырехдюймового динамика какое есть различие если есть в их работе вот мы видим этот график но нельзя сказать что какая-то разница особая заметная возможно это событийная разница от экземпляра динамиков зависящая но тут кстати видно что у 1700 бямпинг организован по верхней части этого графика а мр4 это обычный пассивный кроссовер но так или иначе настройка примерно в районе 70 герц чуть меньше и видимо возможности по низким частотам у них одинаковая таким образом осталось только послушать как они звучат на моем старом наборе треков для того чтобы можно было сравнить приблизительно сравнить было на звучание обеих систем затем пока друзья счастливо до следующих встреч а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok